Латона. Латона деа фуит, куаум юна, деором пергина, нон амабу. И таква де Олимпо экспулсам, етерам мисит, иби ипса маеренс пер кампус силва-кве эрабут. Латона была богиня, которую… К вам какой падеж? Это получается акузатив. То есть, которую, а не которая, да? Которую, да, не любила юну, получается. Ну, юну, наверное. Да, юну она. Какую-то царицу божественную не любила. Не понял. Регина, как выпадешь? Регина. Ну, я просто не понимаю, это она была царица? То есть, это либо номинатив? Ну, это анинатив. Номинатив, да. Согласованная. Которая Латона получила. Она была царицей. Она не любила юнуну. А юнуну какой падеж? Ну, получается, что… А, я поняла. Да, все, хорошо. Это тоже номинатив. Не посмотрела по таблице. Латона была богиня, которую юнона, божественная вот эта вот царица, не любила. И ее, получается, сейчас бросила с Олимпа на землю. Ну, это как-то… Это причастие, получается? Да. Выбрасывая, ну, как-то не выгоняя, выгнавшая. Нет, какой-то падежный пульс. Ну, акузатив, да. Ну, как бы юну… Я понимаю, что эту Латону она, как бы выгнавшую, бросила на землю с Олимпа. Где она, получается, Ипселу и Латону… Ее, извергнутую с Олимпы, бросила на землю. Извергнутую, да. Где набродила работа, опечаленная, сквозь, ну, перкампус, сквозь поле. И силва, это, получается, облатив. Какое слово облатив? Силва. Там сильвас написано. А, да. Ну, сквозь лес. Я не поняла, почему здесь, ну, и лес. По одежде какой? Ну, облатив же стоит, потому что долго… Сильвас, а не Силева. А, я поняла. Все, я не увидела Сильвас. Да, и леса, получается, бродила. Не понял. Ну, она бродила сквозь поле и леса. Почему аккузатив? Ну, потому что пера – аккузатив. Это надо было начинать. Не гадать там, какой пойдешь. После пера – аккузатив. Ну, это написано в словаре, да? Ну, и по окончаниям тоже видно, да? Где она сама, там, да? Печальная. По полям и по лесам скиталась. Как будет по-гречески «эработ»? Какой-то глагол. Я не помню, как будет, как бы, бродить. Ну, кто знает, как будет бродить, скажите. Как будет бродить по-гречески. Планета – слово происходит. Планета. План-Ау. Ну, в Одиссеи, там, вначале. Пассивный Аурист на второй строчке. Ой. План-Ау, да? А как будет Аня имперфекция? И она родила План-Ау. По-гречески? По-гречески. Там, получается, этот «эплан». Эплан-Ау, да? Да. Хорошо. Пожалуйста, Марк, второй. Закоминайте очередность, ладно? Давайте, теперь Марк. Так. «Ад орам маритимам латона постремо адвенит, убисик нептунум оравит. О нептуно, ороте утме ин инсулам ферас, ин медио мариситам, оптоенем ут иби иратам, юнонем тандем, эфугере посим». Латона наконец пришла к морскому берегу и там так сказала Нептуну. «О нептун, посмотри…» «Я говорю тебе, молю тебя…» «Чтобы меня…» «Чтобы меня…» «Чтобы меня…» «Чтобы меня в ситам…» «Нет, нажал им инсулам». «Чтобы меня…» «Ферас…» «А, Ферас…» «Перенес…» «Ну, можно так сказать…» «Куда?» «На остров, находящийся в Среднем море…» «А, посреди моря, наверное…» «Ну да, а как называется…» «Причастие…» «Причастие…» «Согласованы с инсулом, да?» «С инсулом, да…» «Я на острове…» «Эго…» «Дай без эго…» «Ситус…» «Инсулом…» «Нет, с глаголом есть быть…» «Просто я есть на острове…» «Без я, а просто с глаголом быть…» Сум, ин, ин, су, как? По-моему, или аккузатив, или аблатив. Смотрите, смотрите, ну запомни. Наверное, аблатив нужно. Ну, конечно, смотрите, вот в греческом языке сложнее немножко, да? Или проще, я не знаю даже, проще это или сложнее. Там есть два предлога, n и ace. n отвечает на вопрос, где, да? Где? А это куда? Направление, да? А в латинском языке предлог один, in, но, падежи-то разные. Где это? Какой падеж? Где это аблатив? Да, это как здесь вот в тексте аккузатив. Я на остров, не еду на остров, а и нахожусь на острове. In insula sum. In insula sum. Я на острове. А, не поняли? Поняли это, да? А вопрос, а почему нельзя генетиф? Генетиф где? Ну, локативус, или как он называется, место. Ну, это слишком сложно. Зачем? Я хотел просто потренировать предлог пока. А, ну, про предлог, я поняла, да. Так, дальше, да? Так, еще последняя часть осталась. Opto anim. Так. Я прошу, чтобы... Хочу, наверное. Хочу. Знаете, такое уклонение есть в гречном языке. А, это конъюнктив. Да, sim, да. Чтобы я смогла. Хочу, чтобы я смогла. Смогла фугере, наверное, избежать. Избежать. Хотели сказать. Ифугере. Иби, там, да? Там. Ира, там это гнев юноны. А там, да? Нет, гнев. Гнев, это было бы иром. А, вот так. А это счастье. Разгневанную. А, понятно. Разгневанную юнону. Наконец. Ну, как вы сказали, избежать, да? Да, избежать, наконец. Ну, то есть, там от нее спрятаться, можно сказать. От разгневанной юноны. Чтобы там я могла, наконец-то, спрятаться от разгневанной юноны. Вот так. Да. Хороший латынь очень понятно. Ну, Варвард, давайте. Сколько хотите, можете, до точки запятой можете, до точки. Нептунус, eius, прикибус, пермотус, парвам инсулам, экс океане, фунду, экстулит. Экстулит, и прикибус. Мг. Фунфрифинум эксальта мария ад лационом мизит, куи эм, индорсу сую, седентем, а литери марес, узкое, ад парве илиус, инсуле, орам, вексит. Мг. Так, Нептун, ее мольба, взволнованный ее, взволновался. Мольба и ее, пермотус, да, пермотус и прикибус. Фунда экстулит. Экстулит, то есть он... Экстулит. Что же он делал? Он воздвиг экстолы. Поднял. Ну да. Поднял наверх. Да, из океана маленький остров. И да, маленький остров. Он взволнованный ее мольбами, то есть они на нее подействовали. Он маленький остров. И дальше. А фунда, это же фунду с дном, да? Это облотив. Да, потому что экст с облотивом. С одной океана. Ну, это может быть в том числе дно, да, со дна океана, да. Да. Угу. Тогда... Мизит... Это... Выбросил. Да, перфект. Выбросил. Митта это посылать. Ну да. Ну да, выпустил. Ну да. Послал из... Дельфина послал. Да, дельфина из глубокого моря Клатоний. Клатоний послал. Клатоний, который ее посадил на свою... Глагол, глагол. Вельсит. Вэхо. Угу. Сейчас. Вэхо. Да, вэхо это нести. Перфекция. Ну, понес ее, да? Отнес. Да, отнес. Отвез, отнес. Как вам больше нравится? На чем... На чем как он отвез? Эндорсесуа? Ну, на своей спине. Да. Кого отнес? Эмсидентом? Ну, ее сидящую. Ее сидящую на спине своей. Откуда, куда? Точка А, точка Б. Точка отправления, точка приезда, да? Да, из моря, а литры это... Какого-то моря. Литус, это не... Ну, это литус, слово литус знаменито. Это берег. С берега моря. Не с моря, а с берега моря. Да, к... Ну, к вот этому маленькому острову. К тому маленькому острову. Ну, не ход, к корам. Да, к краю, ну, к берегу. Это, по сути, синоним. Тоже к краю, к берегу. Усквый ад, да? Вплоть до, ну, то есть до берега отвез ее. И лиу с инцулой, того острова. Давайте еще раз с дельфина. И тогда, да, дельфин, дельфина послал. И тогда дельфина послал. Ну, и... И тогда дельфин отнес на своей спине с берега моря, в Латионию, к берегу того маленького острова. Да. То, как вы сказали, к Латионию? К Латоне, да, Латоне? Латоне, угу. К Латоне, да. Да. Жена Юпитера. До Юноны. Мать Аполлона, Дианы. Латона. Слушайте, я не помню, откуда. Наверное, это из-за видя, кажется. Все переделано. А может, из Аполлодора. А может, и оттуда, и оттуда тоже, да. Так, давайте дальше. Аня, Иби. Иби, а вот можно вопрос еще перед тем, что... По поводу конъюнктива. Вот УД у нас, получается, вводит конъюнктив. А мы его как переводим? Ой, 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 не только конъюнктив вводит. Он много чего вводит и переводится тысячу способов. Ну да, но когда он именно конъюнктив вводит, что мы с ним делаем? По-разному тоже. Зависит от предаточного. Ну, мы еще не проходили. А какой УД вы имеете в виду конъюнктива? Ну, вот было... Марк читал. Вот предыдущее предложение. Там УД и конъюнктив сразу идет. Прошу тебя, чтобы ты меня... В данном случае, чтобы. А, понятно. Спасибо. Так. Огромная тема. Это одна из главных синтактических тем. Она сложнее, чем в греческом языке, даже. Ну, давайте дальше. Где же дельфин ее как-то оставил, наверное? Экспонировал. Знаете, экспонировали, значит, на выставку посылать. Ну, то есть он ее высадил? Ну, высадил, да. Какое-то время. Ну, это получается перфект. Перфект, правильно. А Веру как вы примете? Ж. Правильно, да. Вот запомнили все, да, что это не Вера. Это Веру. Бена. Ура. Которая, получается, ну, какого-то забралась с мелкого какого-то берега на... А как берег может быть мелкий? С низкого, наверное, да? Ну... С низменного, да, берега? С низкого. С берега? Куда она забралась, Аскенду? На высокую скалу. Да. Откуда вокруг острова смотрела, посмотрела, получается, все море. Ну, как бы, когда она смотревшая даль, оглядела, ну, вокруг острова все море. Откуда глядя, откуда глядя, переводите буквально, ну, что вы. Откуда глядя, она обозревала все море вокруг острова. Зачем вы пересказываете? Тут можно просто дословно перевести. Я не понимаю, как просто пикенц, я глядящий. Как сейчас речь? Ну, это причастие. Нет, вы сразу говорите, не просто причастие, вы сразу говорите залог. Ладно? Активное, пассивное? Энс на конце. Ну, активное. Активное. Помните, даже причастие от глагола быть? Энс, да? Ну, правда, оно в античности не употреблялось, его в Средние века, по-моему, придумали. Ну, вот оно, да? Это причастие настоящего времени. Ой, активного залога, извините. То есть, глядя, обозревая, как хотите, да? Обозревая все море, она его вокруг наблюдала. Нет, скорее так, откуда глядя, она спектавит, она все море спектавит вокруг острова. Все. Что дальше было? А кто сейчас почитает? Вы можете почитать в том числе и фразу? Латона от Агриколай и Магнас Ранас Конверсии. Латона и земледельцы больших глагол конверсии. Слушайте, это, знаете, прикол итальянских книг. Вот у меня есть итальянское издание Петрония, Ювенала, Лукьяна, и там тоже черно-белые иллюстрации вот такие, в которых вообще ничего не видно. Очень плохого качества. То есть, очень хорошие книжки с очень плохими черно-белыми иллюстрациями. Хотя здесь хоть что-то видно еще, да? Значит, Латона и... и земледельцы превратились в больших лягушек. В больших конверсии, да. То есть, они конвертировались. А вот они, вот лягушки, да? Просто плохо видно. Да. Да, хорошо. А это какой-то мужик. Вроде лягушка. Так, давайте дальше. Читайте, пожалуйста. Так. Я еще или... Нет, давайте, читайте еще. Да. Локус эрот амойнисимус инсула аутем нон фикс стабат сед тамком навис модо хук модо илук флуктибус як табатур. Табатур, да. Так. Место было амойнисимус. Амойнос это прелестное, а это в высшей степени прелестнейшее место. Прелестнейшее. Да. Но остров был не стоял как бы фиксированным фикса, как сказать. Ну, понятно. Всем понятно. Прочно, твердо, незыблемо. Не стоял незыблемым, но плыл там к вам это словно, словно как бы плыл модо хук модо, шаг за шагом. Так, нет, это я догадываюсь. Хук сюда. То туда, то сюда. Мода, хук, модо. Запоминайте хорошее выражение. Мода, модо и лук. И лук. А, это модо хук, модо и лук. То есть дословно... як табаатур. Да, ну вот. Батур, да. Как будто его... швырялся. Швырялся, да. Как будто его бросали. Он был швыряем чем? Флукти был с потоками. Потоками? Мода хук, мода то туда, то сюда. Так, вот так вот, вроде логично все, да. Ну, давайте дальше. Платона веро и нинсила клае новэбатур вивер и нолебат. Нолебат? Нолебат. Да, Михаил, а как с ударением поступать? Я постоянно их путаю. Есть какие-то правила? Ну, как есть? Мы же их проходили. Смотрите, но самое главное, напомню, только меня Витя зовут в официальной версии. Так, теперь уже не скрываюсь. Нолебат. Можете назвать меня обседанимом, Михаил. Значит, нолебат. Видите, тут ударение на втором от конца. На втором от конца. Тут забудьте греческие правила, тут другие правила. Второе от конца, видите? Ну да. Значит, мы не можем уже вот сюда ударить. Это будет грубая штука. Ну, как грубо. Все ее делают. Мы должны как раз на вторую такие ударить. Нолебат. Вот это понятно? Вот это пока только. Ну да. Так, теперь смотрите, посмотрите левое, слово, которое левее. Вивери. У него, ну, тут нет пометки, но понятно, что Е краткая, да? Поэтому мы как раз-таки на третий бьем в Вивере, а не в Вивере. Вот, собственно, вот еще, собственно, вот самое главное. Покажите мне слово, которое вы не понимаете, как прочитать. Вот латун. Смотрите, латун, да? Второй от конца ударенный, да? Не пометили, спасибо. Долгий, в смысле, долгий. Оговорюсь, долгий, да? Поэтому мы на него это и бьем. А условия Юпитера, допустим, тут и йота краткая, поэтому мы сдвигаемся левее Юпитер, а не Юпитер. Хорошо. А есть эти правила где-то у кого-то Попова, чтобы посмотреть еще? Есть везде. Давайте я вам пришлю, ладно? Надо видео писать. Видео мои никто не смотрит, поэтому я, во-первых, запишу видео, во-вторых, еще и напишу, ладно? И точнее пошлю страницу где почитать, все и сделано. Выучите их на две минуты, они проще, чем в греческом языке. Ну, давайте переведем. Латона в эру и на инсосу. Да, Латона жизнь отказалась, ну, Латона же жизнь отказалась на острове, который двигался. Не хотела жить на острове, который двигался. Да. Ну, хорошо, давайте дальше, кто следующий. Мы потом дадим подлиннее предложение, не волнусь. Так, Аня, давайте. Питер Игитур поскал хок анима двертит Вот смотрите, Игитур, вот смотрите, Игитур, да? Вот тут вторая йод, это краткая, поэтому мы на нее не бьем, мы левее смещаемся и бьем сюда Игитур. Не Игитур, а Игитур. Вот и все, вот и все правило. Так, ну, давайте, Аня. Юпитер, ну, следовательно, после того, как обратила внимание на это. Да, теперь секундочку, посмотрите, Варвар, дескентит. Почему не дескентит, а дескентит? Тут Е краткое, но оно по положению долгое, видите, тут две согласные. И поэтому, так может нельзя писать, но я напишу, да? Это Е становится долгое по положению. И поэтому мы на нее-то и ударяем, вот так, дескентит. Хорошо. Если бы она была краткая, то мы бы сместились левее. Вот и все. Так, после того, как это заметил, да? С высоты Олимпа, он спустился. Спустился, да. И обвязал. Ну, можно так сказать, связал винку, да? Связал. Вы, кстати, выучите слова в четырех формах? Нет. Учите все, пожалуйста, начинайте. Меня заставляли с первого урока. Я вас не заставляю, да? Я считаю, что с первого урока не надо, но все-таки надо какой-то момент начинать. То есть, смотрите, вот вы нашли словарь. Как это работает? Смотрите, вот вы нашли вот этот глагол винксит. Это перфект, да? Вы находите его форму словарную винкио. Винкио. Я советую произнести ее вслух в четырех формах. Винкио, винкси, винктум, винкиры. Вот, кстати, да, вот так вот. Я, кстати, неправильно произнес до этого. И надо заучивать, по идее. Амо, ама, ну, первый глагол, который все заучивают, первое спряжение. Амо, амави, аматум амары, да? Орно, орнави, орнатум орнави. В четырех формах. Это нужно делать. Потому что в греческом языке их не четыре, их шесть. И там тоже мы будем их заучить впоследствии. Винкио, винкси, винктум, винкиры. Да, повторите, пожалуйста. Нашли в словаре? Винкио, винкси, винктиру. Да. Это помогает, кстати, это полезно. Полезно знать в четырех формах, потому что, если вы не знаете, если вы, ну, короче, это помогает реально переводить потом. Поверьте мне. И узнавать слова главное. Если они данные не в словарной форме. значит, после того, как он это заметил, он спустился с высокого Олимпа и что, привязал, да? Ну, да, он связал с помощью каких-то железных цепей, остров, к дну моря? Чтобы он не болтался. Логично. Так, давайте дальше. Назовите четыре формы глагола хабитавит. Хабео? 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 Хабере? Хабере? Хабере это... Смотрите, нет, 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 вот, вот, если вы будете, допустим, учиться в зарубежном вузе, там, там и так принято, да. Там сначала дается первая форма, потом инфинитив, потом перфекта, потом супин. Ну, в российских учебниках, я не знаю, ориентируйтесь, как хотите, на каких хотите учебников, мне все равно. Там сначала, сначала словарная форма, инфект, потом перфект, потом супина, потока в конце инфинитив. Если вы хотите давать инфинитив, то тогда уже давайте, тогда же всегда так говорите, ладно, чтобы я понимал, что вы имеете в виду инфинитив, да? У меня есть словарик английский, там инфинитив, на втором месте. Как хотите. Хабо, хабо и хабитум хабэра, да? Хабо, хабо и хабитум хабэра. Вот. Ну что? Эй, латона, эрго, это значит, или что-то такое? Ну, типа, стало быть, это типа такой ун, стало быть, потом... Да, стало быть, на том, на ее острове жила. На этом острове жила? На этом острове жила, но, но... так, соло это... сол, ну что, не значит сол? Ну, солус, это единственное, это монус. Такой даже роман есть у Набокова, Солус, Солус Рекс, как бы, Одинокий царь, или как переводится, не знаю, Солус Рекс. Солус это единственное. Да. Но, была одна... поскольку она была одна? А, поскольку в этом случае, поскольку она была одна, то Юпитер дал сына и дочь. Ай, это какой падеж? Наверное, датив. Так, да, хорошо, а теперь, пожалуйста, четыре формы глагола. До, но я не помню. Вот это надо знать, вот это прям надо знать, это очень популярный глагол. До дэди датум дары. До дэди датум дары, да, до дэди датум дары. Заучиваются как стихи буквально, до дэди датум, обязательно вслух произносите, когда учите. Хорошо, дальше, Варвара, вот вам как раздельное предложение. Итэ наци сунт персекуэббатур. Вот смотрите, здесь были слова, которые вы не знали, как удариться? Ну, вот последнее. А вот видите, автор учебника, он написал там долготу, например, в последнем слоге, да? Па, на ба. Значит, он ударный. персекуэббатур. Он специально написал волебат, видите, там тоже, да? Волебат, персекуэбатур, амабат, и так далее. Да. Так, ну, родились, да, участие. Были рождены, да. Были рождены. Ну, давайте назовем четыре формы глагола, от которого происходит это причастие. Наскор. Наскор, да. Натуссум. Да, он отложительный, да, Натуссум. Наски. Все, 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 правильно, да. Вот, так сказать, родились Аполлон и Зиана, таким образом. Дети Латоны. Точно, да. Которых она очень любила. Точно, дальше. Она не хотела, так, то есть, также. Что такое Ян? Уже, по-моему. Уже, конечно, уже, да. Уже она уже не хотела, понятно, она уже не хотела покидать остров. Точно, дальше. И оттуда также необходимо было бежать. Смотрите, ад, это противительный ад. Она не хотела, однако же необходимо было также оттуда все-таки бежать. почему нам объяснять следующее предложение, которое начинается со слова нам. Ну, потому что так как Юнона ее преследовала. Преследовала, конечно, да. Она ее продолжала ненавидеть. Вот все, вот и перевели дальше. Аня, пожалуйста. Так. А вот вопрос поттерант или поттерант как мы это должны сказать. Вы правильно по-моему посчитали. двое этих младенцев. Нет, подожди, кокузативы. А, да, двух младенцев, следовательно. Давайте дадем главное предложение, там подлежащие скажут. я одно тоже повторяю. Что пойдет. Которые, ну, которые, ну, кинон думам була репоте. Главное предложение, главное ее. Ну, я так понимаю, это хорошо, этот. Слышите меня? Ну, а как понять, какое главное предложение? Там опять скажете, что я тиран, вас обижаю. Главное предложение где? Там, где глагол в личной форме и там, где подлежащие или что-то похожее на подлежащие хотя бы. Ну, хорошо. Портанс. Портанс это причастие, да? Ну, тут очень много глаголов в личной форме есть. Я не понимаю, хорошо, портанс это ну, носившая как бы. Неся своих. Неся-то. Она что делала? Где глаголы? Ну, тут иработ. Один переводить. Не надо все сразу переводить. Переводите, вот иработ вам. Вы нашли, переводите его. Не надо. А сейчас опять будете три перевода одновременно давать. Давайте иработ. Забудивай. Забудивай. Блуждала она. Блуждала. Ну, как бы среди многих земель, да? и была как бы сильно уставшая. Вот. Эраб иработ. Она блуждала по многим землям и очень была уставшая. Так. Инсину. Что такое синус? Вот я вчера узнал, что мой преподаватель умер. Я живописью занимался когда-то. у меня был преподаватель живописи. Он мне преподавал, как рисовать синусы. Что такое синус? Синусы в математике это вот эта штука, знаете, да? Или косинус там, да? Но синус это вообще, говоря, складка. Это пазуха. Это одна из самых сложных вещей в живописи синусы рисовать. Все специально учатся их писать, да? Художники отличаются мастерством на рисовании синуса, да? Как известно. Вы посмотрите, итальянские художники, например, да? Все по-разному их писали. Синус это вот эти штуки, вот то, что здесь он рисован, да? Такие вот эти складочки, все непрямое, да? Ну, в самом простом смысле синус это самая главная складка, то есть такая, как это называется, ну, пазуха, в общем, которые носили ребенка. Вот он, видите? То есть она, давайте в флоре посмотрим, как это называется. Я забыл по-русски. Тут есть складка. Складка, пазуха, карман, одежда, платье. Это еще, может быть, берег моря, по-моему. Еще может быть лона, грудь, объятия, материнское чрево, много чего еще. Изгиб, извив и так далее. В пазухе, давайте, неважно. Понимаете, понимаете, о чем тут нарисовано, главное. Вот в этой пазухе, нося своих, своих, видите, кстати, как интересно, они написали, они написали слово, слово детей не написали, нося двух своих малышей, она блуждала по разным странам и очень была уставшая. А, тут же предложение, вот где начинается, я же там был, да, и гитар, да, следовательно, а не, подождите, это же не суос, а суо, в своей пазухе, в своей пазухе, нося кого? Дулус инфантес? Двух детей, ну да, младенцев. Младенцев? Которые, которые, еще не умели, ну, не могли ходить. Не могли ходить, да, еще не могли ходить. Да, а вот давайте разберем это слово инфантес, люблю это слово, оно состоит из двух частей, да, раз часть и вторая часть, да, можете объяснить, что это такое? Ну, ин, я не знаю, какое слово, ну, без, ну, как бы, младенчество, я не знаю, как это дословно перевести. Смотрите, ну, соответствующее слово французское вы знаете, ребенок, анфантирибен, да, ин, это то же самое, что альф, приватимом в греческом языке, а фантес это от глагола фор, напишу его, фор, но сам по себе редко используется, честно говоря, по-моему, но от него много производных, фор, фатусум, вот смотрите, три формы, да, он отложительный, фор, фатусум, и фария, да, инфинитив у него, это глагол речи, по-моему, то же самое, что фими по-гречески, то есть, инфантес это неговорящие, то есть, это те дети, которые находятся на той стадии, когда они еще не умеют говорить, тут сказано, что они не умели ходить, да, но буквально инфантес, которые еще неговорящие младенцы, то есть, двух своих младенцев, которые еще не умели бегать, она в своей пазухе нося, блуждала по разным странам и очень была уставшая, все понятно, все понятно, ничего не понятно, что молчить, да, понятно, понятно, кто дальше, пожалуйста, к вам, испытывала жажду и голод и не могла найти воду, да, и не, кибум, не надо, зачем вас кибус, волябат хотела, вы думаете, это она, да, не хотела, летела, нет, не хотела, она не хотела, нет, никто не хотел поделиться с ней, понимаете, ларгири, ларгитусум ларгири, да, это глагол отложительный, а никто не хотел, да, кто не хотел с ней ей подарить, кибум, а кому подарить ей? Пищу, значит, все ведь боялись гнева юноны, да, никто не хотел помогать ей, потому что боялись гнева юноны, понятно, да, пожалуйста, Олим, дум амбулат, субитопарвум лакум хаут проку авиа видит, от куэм лайтисима статим кукурит, однажды во время прогулки, в то время, как она гуляла, увидела внезапно маленькое озеро недалеко от дороги, точно, к которому побежала очень радостно, немедленно, в том числе, вот, че же, да, назовите четыре формы глагола побежала, кура, кукури, курсун, курере, отлично, да, а как будет статим по-гречески? Это, не помню, аутика, аутика, да, в какой-то момент, я думаю, что мы сделаем так, мы будем читать греческие простые тексты из Атхэнеза, наверное, и переводить их на латинский, так что готовьтесь. Мне это очень интересно, мне тоже будет это полезно с мамой. Так, давайте дальше, следующее предложение. Агриколай вера фрументум ин кампис метебант посткам эам конспихерунд атлакум курентам. Аби камаверунд ноли аквай опритминкори. Вот я здесь останавливаюсь. пропускай. Ну, эти земледельцы же, которые как-то косили фрументум это, пшеницу в поле. Ну, обычно это словом хлеб переводят, да. Пшеницу да. Ее какую? Или увидели, что она что делает? Атлакум курентам. Так. Ну, бегущую к озеру, да? Да, или увидели, что она бежит к озеру, да? А не кламаверунд. Помните? Самый короткий в мире этот императив и, иди. Это от глагола эо. А от глагола а, б, о. Не такой короткий, но тоже императив. А, б, а, б, л. Уйди. Отойди. А, ну, ну, отойди. Так. Не, так, а. Помните? Отрицательный императив, да? С ноли. Да, 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 не приближайся. К чему? Не приближайся, видимо, оно заколдованное. Так, Или отравленное. Дальше, дальше. Кто дальше? Да. Низи статим дискедес, курабимус не аквам илам бибере посис. Вот видите, правильно. Вот хорошо, что вы привели бибере, да? Потому что там е, предпоследнее, краткое. Четыре формы, назовите, кстати, сразу. глагол. Бибо. Бибу, биберы, там только две формы. Да. Форма суперная группа заимствуется глаголом потар. Да. А как будет по-гречески пить? Пино. Пино, да. Пино, бибо. Ну, хорошо, дальше. Посис. Посис начинаем, да, с глаголов личных форм. Посис можешь? С отрицанием, то есть ты не можешь? Тут, наверное, дискэдос надо было начать. Дискэдос, а, так. Смотрите, это какая-то, это что за форма дискэдос? С, С, второй лиц. Мы проходили на уходных, да? Крепьер. Конъюнктив, наверное. Конъюнктив, так, Аня, ваша версия такая, конъюнктив. Хорошо, какое-то, может быть, будущее, будущее время. Да, какое-то споряжение. дискэдеры, не дискэдеры, а дискэдеры, да? Тогда второе. Нет, как раз третье. А, да, третье. У второго, у второго у него такое вот окончание, да? С долгой. А у третьего, вот такое, с краткой, то есть вот это второе, а это третье, да? Да, у него как образуется футурм, у третьего? С эээ. С е, да, как раз, не б, а вот вам футурм, если, да, низи, если ты тотчас, не, что? Если ты тотчас же не уйдешь. Да, а теперь смотрите, курабимус, какое-то время. какое-то спряжение опять. Куро. Курави, курат, ну, курары. Первое, первое. Вот у него с помощью Б образуется, видите? Ну, это тоже будущее время. То мы что сделаем? То мы позаботимся. О том, чтобы ты, чтобы ты не смогла взять ту воду. Нет, не взять, пить. Пить ту воду, да. Давайте все предложения вместе. Да, значит, если ты тут же не, точно же не уйдешь, мы позаботимся, чтобы ты не смогла пить ту воду. Ну, получается так. Да, спасибо. Дальше. Варвара. Парвит, Все, давайте переведем. Парует. Вот это его важный глагол. Его можно перепутать с другим глаголом. С глаголом рождать. А это парео, пару и парето, парео. Да, это появляться, что ли. Нет, 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 это у вас амбановый дворецкий. Пятое значение, подчиняться, слушаться. Ну, Латона не подчинилась. Да. Как бы тем, которые... Ну, кричали. Кричащим же. Аутом же, да? Тем же, квибус-кламанди, тем вот этим же кричащим Латуна не подчинилась. И... Ну, и... Ну, на речь, в причастии, в смысле. Нет, глагол, инквит. И сказала. Нет, но этот лаком... Это можно было и потом перевести. Сначала глагол, я все-таки советую, да? И сказала... Ну, хорошо, да. Как сказала, теперь вот это петон, да? А, ну, стремясь к озеру. Ну, да, может сказать, приближаясь, стремясь. Четыре формы пето. Пето, петиви, петитум, петре. Видите, там написано, что отсюда происходит слово импетус. Импетус, точнее, да? Помните, было такое слово в средневековой науке? Импетус. Знаете? Ну, на самом деле, осталось, да? Кто знает? Марк, вы знаете, что такое импетус сейчас в физике? Нет. То есть это, в отличие от всякого этого какого-нибудь теплорода, импетус остался, по сути, да? Импетус – это импульс. Это импульс. Это количество движений, или как это называется? Импетус, да? Петру. Да-да-да. И стремясь к озеру, она сказала. Курмэ. Почему мне, ну, как бы, запрещать воду? Воды. Почему меня отгораживать от воды, можно так сказать, да? Почему меня отвод, меня как бы от... Ну, я не знаю, как сказать, честно говоря. Неважно, не получилось сказать. Так, дальше. Все, ну, получается, все пользуются, да? Все употребляют. Четыре формы, точнее, три этого глагола должны все знать. Четыре формы от глагола пользоваться, обязательно. Утар-утар-усусум-ути. Запишите, пожалуйста, звучите наизусть, ладно? Утар-усусум-ути. Все пользуются чем и как? Ну, водой свободно. Да, только не водой, а водами, да? Водами, да. Мы перевозим буквально, чтобы было понятно. Дальше, кто? Аня, пожалуйста. Натура. Натура на имени Дэдит Солэм, Нак Аэра, Нак Акум, Донасунд Омнибус Каммуни. Так, четыре формы глагола Дэдит. Не подглядывая словарь, мы сегодня повторяли. Да. До Дэдит Датундары. Да, вот советую. Начните с этих двух глаголов. Дэдит. Утар-усусум-ути и до Дэдит Датундары. Да, вот их надо, их все должны знать, да? Те четыре формы. Так. Ну, Дэдит, до это дидуми, на это давать. Значит, Натура, Дэдит. Натура никому не дала, ну, не давала, получается, солнце, ни воздух, ни воду. Вообще, как бы, Каммуния, допустим, подлежащая данная, общественная? Ну, да, да, до накаммуния. То есть это общие дары, так сказать, для всех. Да. Да, всем. Да, да, да. Так, дальше, отлично, да, дальше. Марк. Так. это стараться стремится причастия описывается вот этим вот этим жестом ладиски маля до маля но маля вас я стремлюсь чтобы чтобы дать и на тис и на плагу до позволять чтобы вы мне что вы позволили мне это черпать зачерпнуть воду проверить не черпать до хаурии хаус чтобы я зачерпнула да да так но это я не не хочу ведь ведь и ним но я не хочу ведь я не хочу в озере наверно мыться там лавары тела то есть мы все руки-ноги так танту только только пить так купи да это глагол купил да хотите да только стремлюсь я есть как бы стремящаяся пить генитив грунтила к питью я просто хочу пить можно так перевести так вальдесикум это фикс кониум важное слово кониум потому что потому что потому что мой рот очень сикум наверно сухой и могу едва могу вик способ едва могу говорить наверно да локур лопутус ум локфи да говорить да и потому что у меня рот засох я едва могу говорить дальше пожалуйста варла 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 егитур воз утаквам нехи ад вивендум некисариям дейтис это кониумктив нехи ко 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 инфанте воз момент кури экс мэо сину адвоз бракия тендунт Говорю же вам. Детис, это конъюнктив, да? Детис. Ну, вода мне для жизни необходима. Нет, детис это давать, да? Я прошу вас, чтобы вы дали мне воду. Смотрите, если вы видите какие-то странные выражения, которые вы не понимаете, вы пока их не переводите, не бойтесь. Вы переводите его в самое простое, да? Чтобы вы дали акву. Воду кому дали теперь? Мне. Теперь воду какую? Видите, аквам имеет такое же окончание, ам, как вот это прилагательное некисариум. То есть они согласованы. Воду как... Необходимо. Для чего? От вивендума. Для жизни. Для жизни, да. А вивендум это герунди или что-то такое? Да. Да, да. Мы пройдем это, не волнуйся. Мы пройдем это по второй части пристоматии Соболевского. Вот у нас уже попадался вон, да, здесь где-то. Бибендум, Бибенди, да, вот это было. Бибенди, Атвовенди. Только разные подержим. Для жизни, для того, чтобы жить. Разве вас не волнует, получается? Мовент. Что такое хи? Что это? Это местоимение, во множественном числе, да, от хик. Разве вот эти детишки, дети вас не волнуют, ну, трогают, да? Не трогают? Которые, да, ки, которые? Которые. Протягивают к вам руки. Откуда? Экс мэй аусину. Как мы переводим? Ну, пазуха, да, если хотите? Ну, из моей пазухи. Из-за моей пазухи. Да-да-да, все. Так, вы, получается, два предложения прочитали, да? Ну, ладно, давайте дальше. Аня тоже может и длиннее прочитать. Криколай. Криколай вера, или кви апакуа эм прохибере волебат. Прохибера, смотрите, там вторая краткая, долго от конца, прохибера. Криколай вера волебат. Криколай вера ноломода мотисун, сет фалкибус суес ин кампо элитис, об лакум ипси кокве кукурэрунт, от квам педибус манибускве турбарэ кукурэрунт. Турбарэ. Турбарэ. Турбарэ, да. Видите, долго, а? Да, ну, да. Не знаю, приятно так. Хочется турбарэ говорить, да? Почему-то, да. Не знаю, может, вы какой-то язык учите особенно? Я там, как говорят, не знаю. Земледельцы же. Польский, может, выучите? А в польском, по-моему, в польском на втором от конца все ударили, да? Нет. Нет? Я ошибаюсь, да? Ну, ладно, неважно, давайте. Агриколай вера, или? Так, давайте, земледельцы же, их, которые к воде просили, как бы допустить их, да? Как вы веру перевели? Давайте еще раз, я просто не расслышал. Ну, земледельцы же, их, которые... Нет, или, а или? Ну, это... Ну, как бы, тех, их, ну, тех. Нет, это номинатив. Нет. Нет, не знаю, что я имею в виду. Ну, это те, но я или, я вижу, я понимаю, что это... Те, которые, или, кви. А, те, которые... Все, я поняла, да. Так, земледельцы же, те, которые... Те, которые просили допустить их к воде. Нет, ну, слушайте, это... Слушайте, они там живут. Которые хотели ее оградить от воды. Да, 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 оградить от воды. Которые... 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 Получается... Мотисунд. Ну... Ну... Ну, не... Не... Не пошевелились, как бы. Ну, да, правильно. Не, как бы, не совсем, ну, никаким... То есть, как бы, они совсем не пошевелились. Я не знаю, как новую моду перевести. Это лучше. Никаким образом. Никаким образом, да. Никаким образом не пошевелились, но... Из вербиса. А, да, мы не перевели. Ну, из-за... Их... Из-за их слов? Из-за их. Так, вместо имени не знаете. Ну, их слов, ну... Нет, не их. Им, да. Ну, и датифь я не... Просто... Нет, не им. Не знаете. Тем, тем, тем. Из-за этих слов... Согласовано. Да, из-за этих слов... Никаким образом... Согласовано. Да, туда. Так. Но... С серпами своими... Что-то там они... Ну, как бы... Реконструкция. Синтекстическая. Облатилась абсолютно, что вы хотели сказать? Да. Да, хочу сказать именно это. Ну, они... Когда... Серпы остались в поле... Да, серпы были прочные на поле, да. Они что сделали? Уже не серпы, а люди, да. Кукуры... Они прибежали... Сами... К... Тоже к озеру этому... Так, правильно, да. И... Воду... Начали как-то мутить ее... С помощью... Ног и руку. А что вы смеетесь? Не смеетесь. Вот они такие. Более. Дальше. Кто у нас? Марк. Никогда не мутили в воду, что ли? На ногах. На реке. Так. Марк, давайте. Тунг латона, quae aquam sordidam, jam vibere non poterat, deos poterat, deos deasque is verbis oravit. Давайте пока это переведем. Так. Тунг... Тогда латона, sordidam... Да не надо sordidam. Но все остальное понятно. Не могла пить уже воду грязную. Грязную, да. Да. Богам и богиням такие слова сказала. Такими словами сказала. Ну, взмолилась это все-таки. Взмолилась. Да, ору – это молиться. Знаете, такое выражение? Молиться и пахать, да? Как сказать? Молиться и пахать. Просто похожее слово. Молиться – это молюсь, это ору, да? А пашу как будет? Ару. А. Ору – это ару. Это, ну, то есть работаю и молюсь. Формула порядочного человека, да? Работаю и молюсь. Богам, если больше ничего не было. Так. А. Я здесь остановился. Ну, читайте дальше, пожалуйста. Читайте. О, Дэй, Бони. Си сорор вестрасум. Акме адхук аматис. Курате утхи импроби агриколай. Куи ме абаква прохиберунд. Севере пунянтур. Так. О, хорошие боги. Так. А если ваша сестра если я ваша сестра и наверное вы меня любите и меня отдыху. Ну, видимо, все еще, наверное, любите. А. До сих пор. Да, все еще. Да. И вы меня все еще любите. Помогите, чтобы Эти непорядочные, нечестные земледельцы, которые меня не допустили до воды, были сурово наказаны. Ну, конечно, да. Все правильно. Так, пожалуйста, Варвара, до конца. А, ну, предложение. Деорум, омниум, рекс, агриколос, илос, правос, инмагнес, ранес, конвертит. Угу, да. А вот эти первые три слова, я, в общем-то, я не понимаю. Ну, то есть, услышав эти слова, или как... Это какой-то оборот. Это облатиф, да? Это поддержный оборот. Облатифос абсолютус. Да, то есть, когда эти слова были услышаны... Юпитер, всех богов, царь, тех земледельцев, злых, превратил в больших жаб, лягушек. Да, тут даже нарисовано, да, видите? Вот так. Аня, пожалуйста, закончите. Ханк ап каузам этим, нон гранай сэмпер апут аквам, аут ин аква, ипса, и вивун. По причине этого? Точно, точно, ханку по каузам. Вот по этой причине, вот именно по этой причине, этим нонг, очень красиво сказано, этим нонг, даже... Как вы приводите этим нонг? Ну, да, ну, ведь... Так же теперь? Да, даже сегодня, даже теперь. Лягушки всегда под водой и... И на аква, ипса, и на аква, ипс в самой... И в самой воде живут. Не и, а или. Да, или в самой воде живут. Вот именно по этой причине даже сегодня лягушки всегда у воды или в самой воде живут. Кстати, а как будут лягушки, кто помнит по-гречески? Ба? Батрахос. Да, Батрахо ходит, да, лягушки. Или Батрахос, да. Угу. Батрахос. 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 Батрахос.